МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...заочно, заочно и знакомый. Меня очно-заочно зовут Попов Николай Васильевич. Значит, я доктор философских наук, профессор кафедры социальной философии и философии истории нашего университета. И одновременно являюсь главным редактором российской общественно-политической газеты «Народная правда», которая зарегистрирована в 1991 году. Товарищи, которые здесь на первые занятия приходили, я им всем выдавал. Может, вам принесу в следующий раз, на новенького. Выходит, она сейчас нечасто, по мере накопления средств, но зарегистрирована очень солидно и представлена в Думе, в Законодательном собрании, в Смольном. Вот у нас у меня есть аккорридационная карточка соответствующая, где написано «Правительство Санкт-Петербурга» и так далее. Кроме того, поскольку вы связаны с общественностью, я являюсь президентом общественного объединения Фонд рабочей академии, Фонд содействия обучению рабочих, и оно имеет, это объединение, два университета. Университет рабочих корреспондентов. Каждый четверг по адресу Очаковской улицы, дом 7, в 19 часов, любой человек из города может прийти и послушать лекции крупных ученых, задать вопросы и выступить. Если он предварительно придет, на бумажке запишется и подаст записку, ну и получит и ответы, и в заключительном слове как-то отреагирует на выступление. Кроме того, есть Фонд, есть Красный университет, Фонда рабочей академии. Это общественное учебное заведение, которое позволяет изучать обществоведческие знания. Что такое Красный университет? Можно взять, набрать Ленинградское интернет-телевидение, Лен.ру, и там найти Красный университет, и там написана программа. И не только программа, есть все расписание, а в расписании то, что Красным уже прочитано. Значит, нажимаешь курсором, и идет лекция. А черным это еще не прочитано. Нажимаешь, не идет. Причем за разные годы можно брать, не только за последний год, не за нынешний, а и за другие. Поэтому для ленинградцев обучение очное, а для иногородних и иностранных заочное. Иностранных, то есть у нас из Англии были товарищи, сейчас есть из Парижа, из Перу. Ну а вот что касается стран ближнего зарубежья, тут, само собой, из Казахстана, из Украины, ну и из наших дальних кровов, из Владивостока, из Барнаула. Вот, понятное дело, что сюда не приедешь. Значит, на лекции они слушают, а на задания отвечают письменно, мы по электронной почте получаем ответы на задания, проверяем преподавателей, и после этого люди получают зачет или не зачет, и экзамены, соответственно, два раза в год. По итогам второго экзамена выдается диплом общественный, а потом человек может заниматься на втором отделении самостоятельно, самостоятельно, с нашей поддержкой. Так что мы вот тоже некоторые устроили тут связь с общественностью, причем буквально, в смысле слова, такую связь довольно усочивая. В этом году очень много было людей, и мы, честно говоря, немножко захлебываемся, у нас есть много работы, связанные с тем, что очень большой это интерес, особенно подогреваемый тем, что у нас образование становится все более и более платным, а возможности бесплатно обучаться все более и более сужаются. Ну и поэтому люди, так сказать, как-то ищут ответы на свои вопросы, и поэтому обращаются в том числе и в Красный университет. Так, ну вот мы с вами изучаем курс социальной философии, и изучение этого курса построено таким образом, чтобы у вас были, как у прослушавших курсов, сдавших экзамен, были бы знания достаточно глубокие и достаточно широкие, которые позволяли вас свободно ориентироваться в вопросах, связанных с обществом. Что такое социальная философия? Это философия, которая изучает всеобщие законы применительно к обществу. Вот, есть философия природы, есть философия науки и техники, а философия вообще — это наука о всеобщих законах природы, общества и мышления. При этом, поскольку это всеобщие законы, значит, можно изучать законы мышления, то есть луику. Изучая логику, получать и такие законы, которые действуют и в обществе. Не все так получишь законы, но всеобщие законы получишь. Поэтому многое можно получить, анализируя анализируя нашу логику как науку о познании как то, что является отражением действительного мира в человеческой голове. Но в какой человеческой голове? Не в одной голове, не в двух головах, а в общественном сознании. А общественное сознание — это не сознание только живущих, да? Это сознание и тех, кто живет, и тех, кто уже не является живым нашим современником, но которые внесли свой вклад в развитие общественного сознания. Поскольку наше общественное сознание в снятом виде содержит все то, что накоплено человечеством за долгие годы его существования. Отсюда и такое понятие, как культура. Если я сейчас спрошу, я сомневаюсь, что вы ответите, что такое культура. Поскольку у меня такой опыт есть, я вот культурологов наших спрашиваю, обычно они как-то... У нас просто специальность есть — культурология. То есть как бы они знать должны, что такое логос — это знание, а культура — это культура. Значит, культурология — это знание культуры. Спросите, что такое культура? Они говорят, есть 500 определений культуры. Тогда я логически делаю вывод, что если есть 500, значит, есть хоть одно определение, которое вы знаете. Но дальнейшие попытки мне вытащить знание того, что такое культура, уже не получаю. Может, вы мне поможете, Как у вас связь есть С общественной рекламой Хорошо Что такое культура К примеру, мне хочется знать Культурный человек или нет Если вы мне не скажете, я не знаю Может мы что-то нехорошее делаем с вами Как определить Как бы вы ответили на вопрос Что такое культура Вопрос не простой, конечно И культура Я еще не говорю, что такое культура А культура выражается еще и в том, что человек уже освоил Язык настолько Что он, в отличие от детей Которые повторяют Не понимая еще значения Находится уже в таком положении На которое мы вот сейчас с вами приходим В нашем образовании Когда мы уже понимаем, что мы говорим И на вопрос, что такое культура Можем ответить И это относится и к другим таким категориям Широко распространенным Но Великие философы, такие как Гегель Они объяснили, почему люди в затруднении находятся Вот как вы сейчас Почему? Потому что, говорит, известное Еще не есть от того познанное Более того Задача Рассказать об известном Она очень сложная Потому что Оно настолько известно Что никто никогда не задумывается над тем Что и так уже хорошо Известно И поэтому люди Врасплох Застаются И Оказываются Застегнутыми Поскольку они Это все слышали Многократно слышали Но ответить не могут Это относится К очень многим Самым распространенным категориям Мы это с вами Вот в курсе В этом будем убеждаться Некоторые говорят Что культура Это Вот все Что сделано человечеством А представьте Сколько грязи Человечество нанесло Сколько урона Блин Вот Байкал загрязняет Неву загрязнили У нас там Красный бор Там вообще Переполняется Всякими отходами Все человечество сделали Это не кошки Не собаки Не лисы Не зайцы И не волки Это все сделали Это люди все сделали На выборочные бутылки Вот сколько Вот смотрите У нас вот Вы обратили внимание У вас вот внизу В автомате Дороже чем у нас Раза в полтора Кофе Чем В институте философии Приходите к нам Но У нас пластмассовые стаканчики А у вас бумажные В чем разница Пластмассовые стаканчики Разлагаются Разлагаются Через сколько лет Не знаете Больше ста Больше ста В два раза Двести лет Двести лет Этот стаканчик будет То что вот мы пьем Нас запомнить Будет двести лет А вас то что вы пьете Пусть помнить Один месяц всего Ну бумажные Значит Будет мокрые Потом высохнет Потом превратится Понятно Это же древесина Измельченная И спрессованная И так далее Что это такое Бумажный стаканчик Вот это тоже Ваше Вот смотрите Вот это вот желтенькое Это то что торчит Это двести лет Будет лежать И оно будет лежать В одиночестве А сейчас вроде Как так все хорошо А это потому что И слеет Бумага Поэтому попытка Скажем Скажем В мировую войну Сколько убито Наших граждан В Советском Союзе Сколько человек Знаете Не знаете Ну я скажу 27 миллионов А военные потери Германских И признано И признано Человеку ненавистическую То есть вообще Прошедшие Прошедшие Что было Значит вы изучаете То чего нет Логично А раз вы изучаете То чего нет Закончите И пойдете На работу Приходите в фирму Говорит Я вот специалист Я 5 или 4 года Изучал то чего нет Вам такие Специалисты нужны Нет Говорит Нам то есть Специалисты Они нужны По крайней мере Сейчас Задите в следующий раз И вот я Пытаюсь Им Спасти их Объяснять Что все таки Историю изучают Вот близко к тому Что вы сказали Современность Как результат Предшествующего Развития человечества Только вы Так сказать С точки зрения Оттуда берете А я значит Отсюда Еще так сказать Более Еще ближе Прямо современность Случай Но современность Надо с корнями Брать Как я могу вас понять Если я не спрошу А кто у вас родитель А как вы воспитывались Где вы жили Кто на вас повлиял Так нельзя же Понять человека Вот просто Смотреть на него И все Как и вообще Понять человека Чтобы вот вас изучить Вот что учит Философия И в чем ее Так сказать Польза Что она как-то В чем-то хорошем Учит Вот я на вас смотрю И вот Примитивный Такой подход Составит в том Надо изучить вас Само по себе Изучил я вас Нет Почему Потому что Надо еще изучить Как на вас Повлияли другие люди И влияют Раз А если я не изучил Как вы влияете На других людей Вы же действующий человек Они просто неполные Они просто неполные Вообще Это все равно Руки вам связать И закрыть И еще замотать Скотчем И сказать Я вот вас изучил А что я тут изучил Я смотрю на вас А я вам не позволяю Это сделать То есть Вот только тогда Можно раскрыть человека Правильно То есть Он взятый сам по себе Как на него влияет И как он влияет На все остальное Вот тогда человек Раскрывается На других Потому что Сущность человека В чем? Это философия пошла Сущность человека Вот ваше бытие Я уже вижу Вот вы тут сидите Вы есть Это бытие А сущность ваша В чем? А Сущность Ну сущность есть у вас Вы же не деревянный человек Вы же человек С внутренним миром Правильно Как-то сущность Стоит какая-то у вас Я подозреваю По вашим глазам Я увидел А что это такое? Вот опять Та же самая История История Та же история Потому что Это настолько Все известно Да И вот это было Великим открытием Которое Вот когда Я это сформулирую Что вроде как просто Что сущность Человека В общественных отношениях Что человек Может Существовать Развиваться Начиная с Младенческих Ногтей С младых Ногтей Только Как общественный Человек Ну а были случаи Когда волки Воспитывали И если они до 5 лет Не попадут В человеческую Среду Он уже никогда Не будет говорить И не станет Человеком У него будут Руки и ноги Он будет выглядеть Как человек Но он уже Сущность человека В общественных отношениях Это во всем Вот это кажется Вы занимаетесь Это вы занимаетесь Потому что Общество так решило Общество Создало Соответствующие Университеты Общество Организовало Систему образования Общество Даже умудрилось Ее начать портить Чего только не бывает В этом обществе Вот она решила Что слишком много Вы обучаетесь Не дать ли вам Поменьше Чтобы вы не затруждались Вы сколько лет Учитесь? 5 5 Это научно-заочного А мы на дневном Учились 5 лет Чувствуете разницу? А соответственно На научно-заочного Но у нас не было Научно-заочного Научно-заочного Объяснить вам Что такое? Я объясняю Научно-заочного То вы приходите То вы не приходите Это точное объяснение Вы у вас Сколько уже занятий А второй раз У нас это называлось Вечерняя И вы позакрывали Вот здесь Не позакрыли У нас На Ивлазовской Прикрыли полностью Залб А зачем? А то кто-нибудь С работы Вроде как вы Который уже работает Вздумает еще Получить высшее образование Еще чего? Как это так? Что вы сами Себя содержите Еще и хотите Получить образование То есть это какое отношение? Или скажем Был у нас Такой завод ВТУЗ Знаете, да? При металлическом заводе При металлическом заводе Был завод ВТУЗ Высшее техническое учебное зрение Прямо на территории завода Был ВУЗ Который готовил инженеров Таких, которые нужны Вот в той промышленности Которую относится Металлический завод А металлический завод Делал турбины И в энергостроительной Машиностроительной Отрасли действовал И что вы думаете Сейчас по новой практике Присоединять Соединять ВУЗы Присоединили его К политехническому университету Первым делом Закрыли этот самый Завод ВТУЗ Во-вторых Пришли забирать помещение А завод ВТУЗ А завод говорит Это наше помещение Мы никаких вам Помещений политехнического Не дадим И не дали Но и заводов ВТУЗа нет Ничего нет Все Или Скажем Вот Такая задача математическая Если специалист Обучался пять лет Вот мы и обещали Получали диплом Специалист написал А если теперь бакалавр Учатся Дневники я имею ввиду Не вы, а дневники Четыре года Сколько процентов преподавателя Надо уволить Почитайте Задача для школьников Учились пять Теперь четыре Сколько процентов Уже курсов не читают Что, сложная задача Ну и было пять лет Стало четыре На сколько процентов Уменьшилась нагрузка Учебная А? Ну сколько? Ну нагод Ну нагод Ну год по отношению к пяти Это сколько процентов? Пять лет это сто процентов Да Одно пятое Это сколько процентов? От математики Заткрут Ой, у нас очень сложная с этим Вечер и пятница А? Сколько? Вечер и пятница Очень сложная после работы Да ладно Одно пятое Сколько процентов? Вы чего? Вас обманывают будут в магазине Если вы А не возникли Мы не можем такое допустить Чтобы вас обманывали Ну одна пятое Сколько? Ну сто разделить на пять Сто можете разделить на пять? Двадцать Ну так а что вы задерняетесь? Двадцать процентов Спрашивают Сколько нужно уволить преподавателей? Двадцать процентов Надо уволить А как так же их не уволишь Так это скандал Ну так вот соединить Несколько вузов Кажут А че это у вас Три кафедры одинаковых С одинаковым названием В одном вузе? Что это за ерунда такая? Вот допустим У нас было три экономических вуза Финансово-экономические Инженерные экономические И Экономики и сервисы А че это у вас Три кафедры экономической теории? Ну это ерунда какая-то Раз и Или допустим Вот есть политехническая улица Она проходит рядом с политехническим университетом Ну какие там ближайшие вузы есть еще От этой политехнической улицы? А вот есть торгово-экономический университет Раньше был музей Институт советской торговли Умени Энгельса Так он на политехнической улице стоит Правда он на Новороссийской Но он на углу Давай его в политехнический университет Бац У меня там как раз-то знакомый был Заведовал кафедрой Философии и социально-культурных Отношений А зачем две кафедры философии в одном вузе? Вот подумайте Вот сами подумайте Зачем две-то кафедры в одном-то вузе? Раз и нету И стал он профессором кафедр права и истории А не заведующим кафедрой философии А потом решили Зачем эта кафедра? Давайте сделаем центр общественных наук В политехническом И вот все Он профессор этого центра общественных наук И все, кто туда сложили И все хорошо Единственное из всего этого выделяется Московский университет Московский университет в магистратуре Держит столько же людей, сколько в бакалавриате А у нас Картина такая Скажем, если 20 человек группа На четвертом, но в последнем курсе бакалавриате То там 5 Или 7 Или 4 Ну, поскольку ходят из 5 Это же надо работать Как вы понимаете То есть вы думаете У нас нет вечерней У нас есть Но он конспиративный Магистратура это и есть вечерней Потому что начинает работу в 17.10 А не Я вот в первые полугодия Преподаю именно в магистратуре Значит, начинает в 17.10 Ну и, соответственно, заканчивается Так как у вас Только какое это магистратура Чем она отличается Учатся 5 лет Так-то 4 В бакалавриате А магистратура А, 6 лет 6 лет 6 лет учатся А разница есть В том, что они какие-то 6 лет Или специалист Никакой Но вечером А я раз в магистратуре Еще один год Нам нагрузка Преподавателям И всех уволят Не все 20 А где-нибудь 19 Как все продумано хорошо И все для нас Так Это я Вопрос о культуре Я оставляю вам подумать Чувствуете? Так что такое культура? Ну придется мне сказать А то вы скажете Вы же преподаватель Вы говорите Чего вы спрашиваете? Можете так вот Заявить очень резко Ну я спрашиваю для того Чтобы вы начали думать И если мы найдем решение То вы запомните А если я не спрашиваю Вы не запомните Правильно? Потому что когда человек Начинает думать На чем-нибудь Ему хочется уже узнать Что это такое Вот культура Это накопленный опыт Человечества Материальный и духовный Опыт Не настреженные ногти И не гадости Которые А опыт Опыт говорит о том Что это делать не надо А это надо Это хорошо Это плохо Да? Вот это вот А всякая борьба Которая вокруг этого была Она в культуре затихает Правда? Культура это отражает Но в культуру Она именно опыт человечества Спрессованный Так сказать Столетиями Культурный человек Который освоил этот опыт Если у него этот опыт Он не освоил И только сам он Набивает себе Шишки Некультурный человек Суется туда Куда не надо И делает то Что не следует И даже очень культурный Все равно ему остается Еще набивать Где шишки И еще у него Вариантов много Свобственных каких-то ошибок Зачем же Учиться только на своих ошибках А желательно Получиться на ошибках других И на достижениях других Тоже получить Не только на ошибках Если будешь учиться Только на ошибках Только научишься Как говорится Исправлять ошибки Зачем же их так делать? Вот Ну вот В соответствии с этим С таким направлением И в соответствии с тем Направлением Которое есть у вас Ну раз у вас связь с общественными У вас какой-то Широкий кругозор Потому что откуда вы знаете Что вам придется обсуждать От общественности Ничего добра не ждей Значит И кто да попадет Это спросят Кто-то надо знать Это надо знать Надо быть в курсе дела А как из этого выбраться? Философия изучает всеобщее А раз она изучает всеобщее Значит вы Что-то вы конкретное не знаете Но в общем-то вы знаете уже И в эту ситуацию Хочу сразу вас научить Допустим Вы ничего не знаете Приходите ко мне на зачет У нас экзамен будет Поэтому ко мне это не относится Ну к примеру Если бы я у вас брал зачет А вы ничего не знаете Как надо отвечать? Давайте играть Вы экзаменатор Спрашивайте меня Что-нибудь Спросите меня А я буду вас экзаменоваться Все что угодно спрашивайте А? Все что угодно спрашивайте Ну естественно Вы же экзаменатор Эзаменаторы это злодеи Они все такое не спрашивают Что такое культура? Вы знаете Я могу вам сказать Что культура есть Я могу дальше спрашивать В чем вас запрашивают? Нет, дальше нельзя спрашивать У нас зачет Товарищ преподаватель Зачет один вопрос Это не допрос И не надо Не надо допрашивать студентов Мы не в гестапо Находимся с вами Просто вы если мы так ответили Нужно сразу Вы говорите Все равно Вы спросите Это за что-то Это за что-то Вы про все знаете То что я спрашиваю Раз я спрашиваю Значит оно есть Да? Раз я спрашиваю Ну так что же Вы не видите Раз я спрашиваю Значит я уже вам выдал Раз я прошел Я думаю Что это такое? А вы знаете Что вы про это знаете? То что они есть Все А второй вопрос Нет Мы договаривались Один вопрос Ну как А что измываться Над студентами Второй Третий Так это будет Что до вечера До ночи И так уже Посмотрите в окно Вот Так что Философия Очень практическая наука Она позволяет Человеку чувствовать себя Как рыба в воде В тех ситуациях В которых он чувствует Себя не очень уверенно А у вас какая специальность? Я правильно понимаю Эту специальность? То есть вы должны В тех ситуациях Которые непредсказуемы Тем не менее Чувствовать себя Довольно Спокойно Потому что вы знаете По крайней мере На все вопросы Не знаете Но если встанет вопрос Что вы об этом знаете? Что ничего Как ничего Знаю Что вы об этом знаете? Что это есть? Ну все Не Ну так Надо так говорить Только со спорта Я знаю Что оно есть Ну как-то должно быть Это вот внушительно Вот это надо отработать Вот хочу вам сказать Это из области культуры Мне По Причине Не положительной А отрицательной У меня Как у молодого преподавателя Голос ломался И я говорил Как-то поговорю Поговорю Занятия Потом раз И к врачу Мне нужно промывать Там все Горло делать Пока меня нет И даже уже сказали Все вам больше Четырех часов Говорить нельзя А это Профнепригодность И добрые люди Меня отправили В институт Духа горла Носа И речи А там я попал Попался К еще более доброму Чеку Такая Маляна Татьяна Осиповна Которая сказала Вы должны Говорить Двадцать Четыре Часа В сутки Так мало Того Я Поскольку Ничего Такого страшного У меня не было А просто Выяснилось Что у меня Неправильно Я говорил Неправильно А там вот Где тетеньки были Которые Говорили Как змеи У них Двадцать лет Уже был Порез Этих самых Слезы А я Через месяц Смотрю Она Со мной Эти тетеньки Со мной Говорят Кого Она заходит Говорит А ну говорите Они Ба Ба Это какая-то Сказка Но сказки Никакой особенной Нет Это культура И вот Этой культуры Постановки Голоса Ее Для Подготовки Преподавателей Вообще Нет Вообще Нет Но я Вам Как человек Который Пострадал И Тайну Узнал Еще Потому Что Она Со мной Еще год Занималась После Как Вышла На пенсию И После Как Я с ней Позанимался Я Горе Не Стал Знать Она Мне Сказала Никаких Лекарств Я Говорю Если Я Заболею А если Заболею Говорить Правильно Должны Тогда Вы Не Заболеете Это Вот Культура И Она Говорит Вы Михаил Васильевич Говорить Должны Убедительно Должны А вот Слушайте Убедительно Убедительно Ба Бо Бу Б Би Б Убедительно А вот я убедительный, смотрите, ба-бо-бу-бэ-би-бэ. Ну, не правда ли? Вы согласны с этим? Согласна. Ну вот, вот. То есть это всеобщая форма разговора. Вот так идет голос вверх-вверх-вверх, а потом опускается. Почему? Потому что вы потом должны вдохнуть. Поэтому сначала вы начинаете говорить, а вы вдохнули. Только не надо так вдыхать, чтобы вас распирает. Поэтому из вас будет, получится не то. А и второе, если вы начнете не вдохнув, что будет? Захрипите. Поэтому, вот какие у меня дефекты определились сразу. Но они не лично мои, они у других есть. Первый дефект. Вот если вас спросили, что надо сделать? Я вас спрашиваю, вот я сейчас вас спрашиваю, что надо сделать, если я вас спросил. Ну, неправильно. Вот и я так же думал. Такой же был, как вы. Вдохнуть надо. Если вас спросили, надо вдохнуть. А потом уже отвечают. Это раз. Во-вторых, когда вы будете вдохать, еще и подумайте. Почему? Потому что, когда говоришь то, что думаешь, мы же в эпоху гласности сейчас живем. Когда говоришь то, что думаешь, думай, что говоришь. А я что делал? Винюсь. Меня спросят, я сразу отвечаю. Или я разговариваю, отвечаю, отвечаю, отвечаю. Надо уже остановиться. Паузу сделать. Паузу. Пауза – это очень важно. Вот я в паузу делаю, и вот смотрите, сейчас в паузу, в лекции. А это придает же значимость тому, что я сказал. Правда? Вы же думать начинаете о том, что он сейчас скажет, и что он вообще сказал. И зачем он это сказал. А объяснить это вот, эту культуру, очень просто. То есть, это привыкнуть к трудно. Потому что привычка у меня другая была. Меня что-то спросили, я сразу отвечаю. Меня спросили, а я разговариваю, пока не захриплю. Что надо делать? Ну, остановиться надо вовремя. Ну, начать надо с того, чтобы... Вот вы тоже сразу попались, знаете, увидите, он отвечать будет. Вы еще не вдохнули, уже собираетесь отвечать. А так успеете подумать еще. Время выиграть. Может, еще что-нибудь придумаете. Значит, что собой представляет все это звукообразование? А вы же будет представитель, так сказать, рекламы, связи с общественностью. У вас должно быть все солидно. Вот у вас связки, это вот две такие пластинки. Которые звук издают. Все. Больше ничего от них не требуется. Все словообразование это вот здесь. Если вы, допустим, заболели, я имею в виду горло. Если вы хотите освободить свои связки от нагрузки, должны, так сказать, артикулировать. Вы видели их там? Сейчас хорошо очень видно по телевидению, когда певцов показывает. Вот она поет. А-а-а. Так она не такая, а-а-а. А вот у нее такая пасть. Видели, нет? Ее слышат, ее слышат вообще без всякого микрофона. А люди бескультурные, они вот этот присосатся к этому микрофону. Ходят, как будто последняя у них жизнь единственная, кто вот этот микрофон соединяет их. Как будто они вот такой кислород дышат и больше ничего. Есть у них провод, нет проводов, да это неважно уже. А там свободно, а почему? Потому что от этого, от австикуляции зависит звонкость и громкость голоса. Если вы говорите О, то что нужно сделать? О, нужно круглое, чтобы было, а не то, что О. Я сказал О, 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 и что О? А теперь спросите меня, а, я сказал, а, и что получилось вместо А, а. Да, вот это отличается, между прочим, манера американская разговора и манера английская на английском языке. Вот если вы общаетесь с англичанами, то англичанин вам скажет, my name is Michael. А вот спросите меня, вот, смотри, вот, your name. Да, my name is Michael. Мы крупнейшая страна мира, и вы должны вообще, чтобы я рот открывал и отвечаю вам на вопросы, вы чего? Причем я был на конференции, там собрались представители прогрессивных сил, и они все равно в такой же манере. А у нас-то был О, Дэйли. О, Рэй, О, Рэй, такой был американец. И он точно так же. То есть не то, что это господствующие какие-то классы, а такой человек, который, так сказать, наоборот, с товарищами общался, и тоже такая же манера. Почему это я буду из-за вас рот открывать? Вы смеетесь, что ли? Так вот, если вы хотите говорить, открывайте рот, открывайте рот, и если у вас р-р-р, так надо, чтобы р-р-р было. Ну, понятно там, вот, вы слушаете когда-нибудь «Эхо Москвы», нет? Вот люди хотят, надо сделать паузу, а они что делают? Вот я хочу вам что-то рассказать сейчас, что там? Я хочу вам рассказать про философию. Вот ее предмет и место в культуре. Это ужас. И это ужас. То есть было какое-то, вот, культура была в том, что наоборот, кто не может сделать паузу, не допускайте его до экрана, не допускайте его до микрофона. А он, какой-то кошмар. Причем какие-то звуки, даже я не знаю, откуда они исходят. Ну, по крайней мере, не отсюда. Это удивительно. Значит, что собой представляет звукообраз? Бот, чтобы узнать свой голос, ну, во-первых, чтобы его услышать, мы сейчас ли хорошо, можно записать на вот магитофон или на что-нибудь еще и послушать. Ну, а так можно, вот так-то вы через кости слышите себя, а вот если вы возьмете, так делаете руку, то вы услышите свой голос, вот, когда вот звук пойдет в ваше ухо. Так вот, если вы хотите говорить, надо знать, чем обеспечивается звонкость голоса. Все, что делают ваши связки, дают хороший звук. Вот вы набрали воздуху, но если вы набрали воздуху, и у вас вот грудная клетка не расправилась, а такая у вас, то и звуки у вас будут такие же. Потому что к звонкой зависит не от натуги, а от резонанса, от такого явления, которое в физике известно, резонанс. Изучали? Знаете, в чем состоит резонанс? Идут солдаты в ногу по мосту, вдруг мост начинает раскачиваться и разваливается. Поэтому солдатам запрещается по мосту уходить. Или, в чем смысл, вот, вы ловите какую-нибудь радиоволну на приемнике, да? Как ее поймать? У вас есть колебательный контур в приемнике, в своем. Ну, вот наши телефоны, это же приемник у вас, радио. Радио. Если вы хотите настроить на определенную волну, вы должны на эту волну настроить, чтобы частота колебаний вашего вот этого аппарата совпадала с той частотой колебаний волны. И тогда вы другие волны не слышите, а эту слышите. А если вы измените, то вы слышите другую. И так далее. Ну, вот, на явление резонанса построена звонкость. Если вы хотите, чтобы слышно было то, что вы говорите, вы должны включить резонатор. Резонатор. То есть, частота колебаний ваших связок должна совпадать с частотой колебаний грудной клетки. С частотой колебаний грудной клетки. И тогда вы можете выступать без микрофона перед большой массой людей. А вы же с общественностью связаны. Ну, так и связывайтесь с общественностью. Всего существует два резонатора грудной. И вот здесь есть пазухи, которые никто не любит, потому что бывает гайморит. А эти пазухи называются как гайморовые пазухи. И вот они дают другой резонатор, который редко используется. И только на одних звуках двух би, и, 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 и. Показываю. Это не я показываю. Это меня научили в институте уху, горло, носа и речи. И речи, он не только уху, горло, носа. И, значит, чтобы настроить вот этот резонатор, надо, чтобы звук ваш пошел вот сюда. Не сюда, а сюда, чтобы узнать настроение. Вернее, если положите руку, если у вас здесь вибрирует во время вашего разговора, значит, работает резонатор. Если не вибрирует, значит, не работает. А вот сюда, чтобы себя направить, удастся вам направить, надо так набычиться, так набычиться и так сказать. Би, 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 би. Что и делают наши коллеги, которые осуществляют связь с общественностью в церкви. Они говорят. Да светится имя Твое, и живи, и на небеси. Аминь. Вот сейчас с общественностью, в чистом виде. И тренировка здесь очень простая. Надо тренироваться, ну, это редкость, вот это, изыск. А вот это основное ваше. То есть вы надо тренироваться на таких слогах. Слоги можете один раз записать, а больше там ничего и не надо. Ба, бо, бу, бе, би, бэ. Записывайте. Глубокое содержание. Но это культура. Ба, бо, бу, бе, би, бэ. Ну, обычно, вообще-то, конечно, когда говорят, то не сидят. И вообще лекторы, которые сидят, это не очень хороший лектор. Потому что тогда, вот, когда человек стоит, у него тут собор, а тут у него диафрагма. Но если он обнимает это вот, или он так стоит, или он раскачивается, или он так раскачивается. То есть у него ничего не получается. Поэтому для того, чтобы был ясный звук, что нужно? Нужно, чтобы вот это, вот все условия для этого были созданы. Никакой нагрузки нет. Вы заметили, я не надрываюсь. И вот вы там записали, я сейчас прочитаю то, что вы записали. Это вот для тренировки нужно тренировать свой, так сказать, свой речевой аппарат. БА, БО, БУ, БЕ, БИ, БИ. Вот как в ванной бывает. У вас не ванная здесь, но вот, причем куда она направляется? Ух, вот туда, вот туда. Высокая позиция, в угол. Ни вниз, ни на вас я должен устремлять, а выше вас туда. БА, БО, БУ, БЕ, БИ, БИ. Потом берешь другую, согласно. ВА, ВО, ВУ, ВЕ, ВИ, ВИ. Вот я вам объясняю. ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЕ, ЛИ, ЛЫ. Понятно? Ну вот, видите, убедительно. Вот она мне говорит, что у вас, Михаил Васильевич, так вы говорите? Не убедительно. Надо говорить убедительно. БА, БО, БУ, БЕ, БИ, БИ. Вот это убедительно. Ну что вы говорите это? И смеяться. Хи-хи-хи-хи. Ни хи-хи-хи-хи-хи, а ха-ха-ха-ха. То есть, а до этого меня лечили всякими лекарствами. Все, она говорит, должны говорить 24 часа в сутки и никаких лекарств. А когда спать? Да. А? А когда спать, Михаил Васильевич? Нет, ну когда надо спать, ложитесь спать. А когда встали, то вы вас пробудили, и вы сразу правильно говорите, а не как-нибудь там. Короче говоря, вот это тоже область культуры. И, кстати, она нас мало затрагивает, потому что нас этому не учат. Ну а я вам это рассказал, потому что она просто даже говорит, вот я вам объяснил, а вы и другим объясняйте. Расскажу. Да, какие есть, так сказать, люди. Вот. И я думаю, что это, конечно, существенно. И так это относится и к другим вещам. Вот мы сейчас просто один пример взяли культуры, причем той культуры, которой надо владеть обязательно при нашей специальности. Иначе как? Особенно, особенно если это журналисты теле или радио. Они там хотят свои колокочища, какие-то внутренние звуки обязательно выдавать в эфиром размножать. Это совершенно не нужно. Ну вот, культура там, я могу и другие. Вот мы спрашивали уже, что такое история? И могу и другие, скажем, вопросы вам задать. И выяснится, что тоже, именно потому что они известны, они как бы не продуманы. Например, вот есть такое понятие война. Вот, наверное, вы это не от меня услышали, правда? А что такое война? Попробуйте сказать. Я вот не знаю, да, что... Конфликт. Это конфликт. Конфликт. То есть, если я вас столкнул, это война. Понял. Не буду вас толкать. Не надо мне войны. Я хочу, это война целая будет, мировая. Я вас столкну, будет... А? Вооруженный конфликт интересов. Что? Вооруженный конфликт интересов. Вооруженный конфликт интересов. То есть, вы бандит, я бандит, вы бандитка, я бандит, я с пистолетом, вы с пистолетом. И вооруженный конфликт у нас на стрелку. А вы будете кому помогать? Ей будете помогать, я вас убью. Мне будете помогать, мы ее убьем. Но это вооруженный конфликт интересов. Нет? Да. Ну. Вот теперь мы знаем, что такое война. У нас этих войн, о-о-о, по городу идет. И сейчас идет война кое-где. Вон только что хлопнули этого депутата в Киеве. А в Лондоне тоже убили несколько человек. Тоже война. И в Лондоне война. И в Киеве война. Спасибо, хоть просветили. Мы знаем, что везде идет война. А вы-то что думаете по поводу того, что такое война? Тоже думаете, что это стрелка? Ну, война-то конфликт, но скорее между государствами или как-то прилиплостными? Вот если у нас был конфликт с Китаем на Даманском, это война? Вооруженные. Вооруженные. А что невооруженные, как сарахнули по этому Даманскому, а потом отдали это дело Китаю. Сначала убили там тех китайцев, которые были на этом полуострове, а потом этот остров и отдали. Видимо, не наше. А? Война была? Ну, конфликт-то был? Вооруженный? Значит, война еще и... Значит, война. Ну, я вот слушаю, что я как к уракам должен относиться как к серьезному человеку. Раз вы так сказали, я и следую этому делу. Использую формулу. Это вот пример того, что тоже так сразу и не скажешь. А война это... Чего? Можно я скажу? Можно. Пожалуйста. А то вы скажете, что еще вы же преподаватель, а что вы нас спрашиваете? Как что? Может, я чего-нибудь наберусь от вас хорошего тоже. Значит, вооруженная борьба классов, наций или государств. Вот уже стрелка сюда не пройдет. Правильно? Классов, наций или... Если вооруженная, классов, это гражданская война. Если нация, это национальные войны. В том числе национально-озвободительные. А если государства, обычные войны между государствами. Вооруженная борьба. Целых государств. Это война. Ну, это... Вооруженные конфликты их много. А войн гораздо меньше. Так. Ну, понятно. Вот философия, она занимается всеобщим. И поэтому она нас... Нам позволяет овладеть некоторыми такими элементами, которые в самой, что ни на есть, обстановке неопределенной, которая бывает всегда. Ну, никогда все не будешь знать, куда бы ни попал. А мы должны быть готовы к тому, чтобы не делать крупных ошибок. Вот зарекаться, что вы не делаете там каких-то ошибок, я думаю, не надо. Правда? А вот крупных ошибок можно избежать. Для этого надо знать всеобщей категории. Вот чем мы будем заниматься. Вот мы уже здесь изучали, мы уже изучали такое понятие, как материя, уровни организации материи, и пришли к выводу, то, что общество, социальная материя, это высшая форма развития материи. Человек относится к высшей форме развития материи. У вас протестов не поступит, я думаю. И стали потом изучать социальное становление. Становление – это такая категория, которая представляется единство двух предуположных движений в одном движении. Одно движение – это переход бытия в ничто, а другое движение – переход ничто в бытие. Что такое переход бытия в ничто? Бытия в ничто – это прихождение. Все приходящее. И компьютер ваш приходящий. Не приходящий. Он сам не ходит. Он приходящий. Так. И мы с вами приходящие. Если у вас есть болезни – это приходящее. Пройдут. Если у вас нет болезни – это пройдет. Заболеете. То есть это мудрость такая. Это все случаи жизни. Что у вас? Денег нет? Это приходящее. Появится. Появились? Это приходящее. Тут же выгродут. Или сразу пойдете, мы уже и нет их. Чего о них говорить? Все приходящее. Это вот прихождение. Бытие – ничто. Есть что-нибудь, что не приходящее. Можете пример привести? Штол приходящее? Как нет? 200 лет будет стоять стол? Да ладно. Да вы чего? Не будет 200 лет. Он же умирает, этот стол. Он нас переживет, конечно. Но он умирает же. А здания? Что не приходящее? Ну, некоторые здания там полуразрушенные стоят еще с древнеримских времен. Но они тоже приходящие. В чем? Там печать прихождения на нем лежит. Видели такую развалину Рима? Развалины же. Особенно это касается новых домов. Старые-то они держатся еще, которые в феодальное время построены в Петербурге. А новые-то вот прямо быстро от них плитки отлетают, все, кирпечь плохой. То есть, если вы видите, что здание разваливается, значит, новое. Если они разваливаются, значит, старое. Но все равно все они приходящие. Второе движение, противоположное. Переход ничтого пути. Это что? Это называется возникновение. Не было и стало. А вот они не оторваны другого. Одновременно идет возникновение и приходение. Согласитесь? Вот вы сейчас кто? Студентки. А раз студентки, значит, вы находитесь в процессе накопления знаний. Так? Это называется студентки. Это называется бакалавр в становлении. Так? Вот вы бакалавр в становлении. А это что значит? Ну, то, что вы уже изучили, вы забываете. Как известно, все, что запомнили, оно подвергается прикольнению. Что-то вы уже забыли. Даже то, что я сегодня вот с вами обсуждал, что-то из этого могли уже и забыть. Да? И это совершенно естественный процесс. И второе. А особенно вы знаете, что если вы на практике это не будете применять, оно особенно быстро. Оно не уходит из головы. Оно где-то там лежит. Попробуй достать потом. И вот. Ну, к экзамену мы постараемся достать. Второе. Значит, возникновение. Что-то все время возникает. Не бывает же такого, чтобы ничего не возникало. Вот это вот единство возникновения и прихождения называется становлением. Становление. Вот одна из форм движения. Простейшее. Становление. Все находится в становлении. Нет ничего бы, чтобы не находилось в становлении. Можете привести вот такой пример. Какого-нибудь такого предмета, явления, человека, животного, которое не находилось бы в становлении. Казалось бы, мертвый. Берем мертвого человека, труп. Так он же разлагается. Находится тоже. То есть идет прихождение. А возникновение есть? Есть. Черви возникают. Похоронили, а потом раскапывают. А там уже только кости есть. А это что, куда делать все? Короче говоря, нет ничего такого. Ни на небе, ни на земле, ни в духе, который не был бы одновременно приходящим и возникающим. Правильно? Мы с вами развиваемся все время. Причем, в отличие от вас, я еще и умираю. А вы никак будете жить вечно. Ну, вы-то скептически посмотрели. Мне просто не хотелось вам что-то неприятное говорить. Я хотел сказать приятное, а вы все равно свое. Что и мы, дескать, умираем. Ну, посмотрите на себя. Ну, что вы, значит, да как это вы умираете? Вы у вас в самом расцвете сил. Хотя, на самом деле, если мы на это действительно посмотрим, скажем, как избавиться от смерти. А единственный способ есть – не рождаться. Это надежно. Ну, да, проверено. Это проверено. Если не родишься, точно не умрешь. А по поводу жизни Шутов написал хорошо в своей книге, говорит, из этой жизни еще никто не вышел живым. Ну, вот, поскольку тут целая лекция была, я на этом ничего не останавливаюсь, но я вас тоже навести в курс дела. Другая у нас была лекция, посвящена социальному изменению. Прошлое. Социальные изменения. Вот сейчас мы с вами немножко пойдем, пройдем эту лекцию, чтобы вы не остались без этого понятия. Что значит социальные изменения? Ну, если я вас спрошу, что такое изменение, я знаю, что вы не скажете. Хотите, проверим? Что такое изменение? Ну, понятно, что изменение – это перемены. Еще бы не хватало, чтобы изменяющаяся не менялась. Ну, вот, значит, вот мы этот эксперимент провели, я буду сейчас задавать вам вопросы. Так, приготовились, серьезно все, без шуток. Так, вы равны самой себе? Что? Вы равны самой себе? Равны? Ну, вы, я к вам на вы обращаюсь, серьезно. Я преподаватель, профессор, вы студентка. Я спрошу, вы равны самой себе? Не надо тут это. Давайте, не надо вилять только. Вы в серьезном заведении. Да или нет? Равны вы себе или не равны? Вы равны или нет? Отвечайте, да или нет? Да. Очень хорошо. А вы? Да. Так, вот смотрите, у нас начало было лекции почти час назад. Час назад. И в течение этого часа получилось все, что я говорил, бесполезно. Вы остались равными самой себе. Я это отношу на свой счет. Попался такой преподаватель, что он способным студенткам, которые внимательно слушали, реагировали, не мог ничего привнести, что они оказались через час лекции равными самому себе. С чем пришли, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, не надо оправдывать меня. С чем пришли, не надо этих адвокатов. С чем пришли, все бы уйдут. Вот кого вам прислали. И вы это терпите вообще, я не знаю. Но это один вопрос. Теперь второй вопрос. Так, вот теперь к вам вопрос. А вы не равны самой себе? В момент задания вопроса. Не надо это все, не надо. Вы находитесь в серьезном учреждении. У нас государство, знаете что, тюрьмы, лагеря. В серьезном учреждении должны быть серьезные вопросы. Да, это серьезные. Вы не равны самой себе? Да или нет? Не надо вилять. Нет, мне не могу не вилять. Что? Тут нельзя не вилять на такого вопроса. Как это нельзя не вилять? Нельзя вилять. Отвечайте, да или нет? Вы равны или нет? Не равны самой себе? Это может быть, что вы равны. А я составила. Вы на вопрос, вы не равны самой себе? Отвечайте, да или нет. как это одинаково и тут был один вопрос я ей задавал равна она себе или нет она сказала что равна и выяснилось что я зря лекцию прочитал с ней все ясно уже с вами не все ясно я вас спрашиваю вы не равны сколько вы-то меня хоть как-то поддержите за меня же вообще вот тут поставили в такое положение это ужас нет ни одинаково она меня она говорит что она равна то есть бесполезная моя лекция об это правильно понял что мне все ясно и не надо объяснять мы способны мы способны мы все поняли ваша лекция бесполезная я стана осталась равны саму себе ну хоть вы-то может быть не равны самой себе вот спасибо здесь вот какой человек хороший она спасла флаг неравны неравны а можете вы сказать что вы одновременно еще и равны потому что если вы не равны знаете какая тут проблема возникает ваша фамилия как документики с собой есть вы отдайте их мне потому что вы не равны самой себе талиона уже нету я в деканат их отдам а вы идите оформляйте сказать что выяснилось выяснилось что я не ионова поскольку вы не равны самой себе это выяснилось только на занятиях по философии до сих пор я тщательно скрывала это обстоятельство но она вскрылась на занятиях по философии вот попался иезуит такой который значит начал за все проверять и выяснилось что я не я а раз я не я то не нельзя пользоваться именем вот особенно вот это оскорбительно что вы хорошим таким именем прикрываетесь а вы не она не ионова вы вы же сказали что я не я значит вы не ионова не надо нас не не собьешь документы давайте и кстати компьютер тоже не ваш мы его я его не забираю на хранение ответственное хранение поставить а это у вас имя уже другое чего говорить какое имя вы это не вы нет конечно вы же сами сказали нет мы уже подумали что я вас заставил вы честно ответили чтобы меня спасибо пожертвовали собой она то вот себя спасла она равна самой себе ишь какая хитрая а вы пожертвовали с собой чтобы меня спасибо жертвовали так уж и пожертвовали сворачивайте свой компьютер и документики сюда и вот тысячи лет товарищи философы бились и никак не могли вот эту проблему разрешить как это вот получается так нехорошо так тоже нехорошо а как я разрешил товарищ гегель георг вильяль фридрик который написал науку логики и издал ее в 1812 году и был в это время не профессором а директором нюрнбергской гимназии и с этого времени началась новая эра когда появилась система диалектики и система диалектики и новая логика потому что логика до этого была формальная или а или не а третьего не дано исключенного третьего а сейчас появилась диалектика логика диалектическая вы должны и одно и другое одновременно принять что вы вы вот и равна или не равна и не равна самой себе одновременно вы равны самой самой себе потому что вы это вы именно вы изучаете именно вы не равны самой себе это к вам относится уважаемые точно так же вы будучи равны и самому себе поскольку вы обучаетесь одновременно и не равны самой себе а я вам приведу примеры уже из моей так сказать практике я как раз думаю как это излагать как преподаватель уж понимаете что у меня такая задача есть как вам изложить чтобы было понятно и вот я спускаюсь метро и думать раз русская и как раз после таких занятий как раз ну так и девушка в святостом платье написано меняйся чаще думают это да диалектика меняйся чаще но это вот она опасная вот это как вот вы хотели поменяться не равны и все думают а нет это половина это не то это не диалектика следующий раз буквально на следующий день иду я по дворцовой площади наш находится на медели искренне наш дом 5 институт философии ну вот как раз этой площади перед автобусной остановкой троллейбусной стоит в центре написано меняйся но оставайся собой арифлоим о думаю вот это да вот это да вот люди в арифлейм то уже до пассив лета и диалектику постигли равенство и неравенство с собой а вот и по этому поводу для сказать легкого усвоения у мы с вами вынуждены были так и заняться повторением для того чтобы так не отрываться от коллектива тем более что коллектив у нас был один человек значит есть такой короткий рассказ про то как философ приехал в деревню он такой правильный такой поучительный рассказ вполне диалектический приехал философ в деревне ну к примеру я то встречает дед и спрашивает кто такой я философ это чем занимаешься диалектика а что такое диалектика дед спрашиваешь ведь нет мил человек мы тут радиус слушаем и телевидение смотрим и газеты читаем а вы как образовали человек должны нам объяснить ну хорошо дед я объясню вот у вас баня есть деревне туда есть еще есть ну вот идем с тобой мы в баню ты грязная чистый кому мыться нет еще тут думать мне нет я грязный нет я чистый мне чистоту поддерживать надо все равно грязный эти мысль понял дед дед пошнорил ли понял вот дед это тезис запомнить тезис но это дед не все второй раз мы идем с тобой в баню ты грязный я чистый кому мыться дед говорит да понял я вашу диалектику ты чистый тебе чистоту поддерживать надо мне чего мыть грязный дед что ты мелишь посмотрю на себя ты грязный тебе надо мыться а мне чего мыться я чистый понял дед я понял вот дед это антитезис антитезис но это не все дед мы третий раз идем в баню ты грязная я чистый кому мыться дед ничего не понимаю вот дед это и есть диалектика синтезис вы поняли что такое изменение если вы изменяете значит вы равны и не равны самой себе и только когда вы и равны и не равны потому что если вы только не равны то вас уже нет а если вы только равны то вы не изменяетесь и не надо такое утверждать правильно то есть измениться вы можете только если вы и равны и не равны самой себе одновременно и причем не так что у вас какая-то часть неизменная знаете как бы вот на валу колесо крутится у вас есть вот такое чтобы неизменную часть вырезали все будет дальше изменяться нет все так сказать изменяется на самом деле все же изменяется кровь течет так если живой человек да и хоть и не живой все изменяется ничего же нет такого чтобы не изменялась то есть находится в состоянии равенства и неравенства собой это изменение так и общество мы тема называл социальные изменения общество изменяется когда все время и общественность тоже изменяется а почему общественность и реклама изменяется все изменяется есть что-нибудь что не изменяется нет ничего ничего нет такого чтобы не изменялся вот это это очень важное положение деле все во первых в становлении а во вторых все изменяется и если вы что-то берете не изменяющимся это значит какой взгляд односторонний я раз вот и из вас фотографировал чтобы что сделать остановить это изменение и вот изобразил вас как неподвижную причем выбрал еще когда у вас было не самое лучшее выражение лица щелк вы чё у меня такой таким изобразили я же не такая не знаю говорю я вас вот какой изобразил такой снимок это называется снимок снятия а в категории философии есть категория которая называется снятие это отрицать с удержанием то есть сохранением того содержания который в этом есть вот вы отрицание своих родителей но вы наверное не вы же не не родители они не вы ночевые их отрицание но вы наверно в вас то есть родители но родители вас продолжается в родителей не будет вы то останетесь значит вы значит их и единственный то есть только отрицая родителей можно их сохранить правильно но вы сохраняете их ну и дальше можно пойти а ваши родители и так мы дойдем до обезьян это уже не комплимент а если до ненозавров дойдем это вообще даже это уже про меня можете рассказать я к вам дальше ежи не опускаюсь там глубже а вы сказать а вы николай Васильевич потомок вот этих тиранозавров тираны они же как раз и вот и измывается над другими животными ну вот это очень важная категория это отрицание с удержанием удержанием то есть сохранением всего того богатства которое отрицается отрицается как вот если я пойду сейчас проведу эксперимент я от вас буду отталкиваться что произойдет вы себе даже не представляете я сильно не буду очень слабо видели я от вас оттолкнулся и от вас оттолкнулся что мне пришлось для этого сделать до вас дотронуться то что люди вот не как бы не сведущие в диалектике философии они не замечают они видят что я вас отталкиваю а результат такой что если я вас отталкиваю то я значит оттолкнулся и вот у гегеля это записано так для того чтобы нарушителя спокойствие выкинуть из храма его приходится обнимать это собственные борцы любые вот представляете борцы греко-римского стиля что они делают вот они выходят если они не обнялись то нет никакой борьбы или представляете войск одно его создовая они не пришли все прикосновения нет единства и нет никакой войны какая война у нас в праве столько же боеголовок и столько же ракет сколько у соединенных штатов америки а у começo неược самир столько боеголовок то есть мы вассажены за зубов и они до зубов то есть мы можем эти полностью уничтожить соединенные штаты Америка, они могут полностью уничтожить Россию. На этом держится наше пирное сосущество в Америке на сегодняшний день. Вот сейчас конференция в ближайшее время будет по ликвидации ядерного оружия. На нее российская делегация не едет. Потому что, говорит, не созрели условия для того, чтобы на эту тему вообще говорить. Потому что мы видим, как себя ведут некоторые государства, и в этих условиях конечно мы односторонне разоружаться не будем, потому что получится так, что где-нибудь нарушен будет этот паритет, и все в порядке, и мир лопнул. Так, ну вот, значит, следующая наша тема, которая будет у нас в следующий раз социальное развитие. А вы можете подумать на тему о том, что такое развитие. Тем более, что я в следующий раз вас спрошу, и может быть вы и скажете, что это такое. Потому что я вот сегодня неоднократно вас спрашивал, причем спрашивал вас по вопросам, которые известны. И это вот характеристика вообще философии, что она снова проходит по тем вопросам, которые с детства известны, чтобы у людей детские представления не оставались в глупости сидим. Правильно? То есть мы должны снова пересмотреть свои категории и перевооружиться теми категориями, которые нами продуманы, и мы можем сформулировать, передать другому. Понять. Понять – это значит выразить в понятиях, то есть выразить в таком виде, что вы можете передать другому. А если я на вас смотрю, и так вот понимающим очень глазами, вы говорите, я так понимающим, понимающим, смотрю, а выразить не могу, то я на уровне собаки. Потому что собаки так, они смотрят, 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 и оказывается, им кусок мяса нужен, и больше ничего. Никакого другого понимания нет. То есть понять – значит выразить в понятиях. И другого способа нет. Так, спасибо за внимание, очень рад, что вы здесь прибыли. Вот, до следующего раза, в следующей пятницу мы встречаемся и продолжаем изучать философию. Философию.